Лето подходит к концу и пора задуматься о том, как будут зимовать ваши растения. Одним из важнейших факторов, влияющих на их зимостойкость, является обеспеченность питательными веществами. При этом необходимо помнить, что для каждого времени года существует потребность в различных элементах. Какие элементы мы знаем? Азот, фосфор и калий. Азот, отвечающий за все ростовые процессы в организме растения, очень важен весной, в начале сезона. По этой самой причине его не следует вносить в конце, когда рост должен прекращаться. В противном случае побеги не успеют одревеснеть или, как иногда говорят, вызреть и попросту замерзнут. Калий требуется для накопления крахмала и сахара в плодах, то есть он очень сильно влияет на их вкусовые качества, увеличивает сопротивляемость растений заболеваниям, повышает производство и транспортировку углеводов в растении, иначе играет важную роль в повышении устойчивости растений к низким температурам. Фосфор сильно влияет на такие процессы, как цветение, формирование и дозревание плодов, углеродный обмен, от которого зависит морозоустойчивость ткани и развитие корневой системы. А еще он входит в состав ДНК. Как вы понимаете, растение очень сильно нуждается в фосфоре и калии непосредственно перед зимой. Но это были макроэлементы, скажете вы. А что насчет микроэлементов? И будете совершенно правы. Например, цинк, который также входит в состав ДНК и участвует в формировании хлорофила для фотосинтеза. Или бор, который влияет на накопление питательных веществ. Или железо, отвечающее за процессы дыхания. Несмотря на то, что растению они требуются в гораздо более меньших количествах, в десятки, а иногда и даже тысячи раз, без них не будет ни нормального плодоношения, ни роста. Когда следует вносить осенние удобрения? В самом названии кроется небольшая деталь, которая сбивает с толку некоторых садоводов. Осенняя значит вносится осенью. На самом деле это не так. В условиях средней полосы начинать вносить удобрения следует уже в середине августа. В таком случае ваши растения будут иметь достаточно времени, чтобы подготовиться к нашим суровым зимам. Однако, если вы упустили момент, не стоит расстраиваться. В сентябре вы все еще можете это сделать. Какие удобрения лучше вносить? У вас есть три варианта. Вы можете с весны внести органические удобрения, тот же навоз и обеспечить себя всем необходимым. Однако, этого не всегда может быть достаточно. И поэтому на ум приходит второй вариант. Вы можете взять отдельно калийные и фосфорные удобрения и добавить их в почву. Главное при этом соблюдать правильные пропорции. Или воспользоваться третьим вариантом. Взять готовое комплексное осеннее удобрение. При его использовании вам не нужно ничего придумывать. Вы не наносете вред своим растениям, если будете следовать инструкциям производителя. У себя в питомнике мы используем одновременно первый и третий варианты. Навоз очень хорошо разрыхляет почву, имеет пролонгированный, то есть долгоиграющий эффект, отдавая питательные элементы дозированно. А комплексное удобрение дополняет его, помогая растениям получить все необходимое быстрее. Осеннее удобрение фертика содержит в своем составе сбалансированный набор питательных элементов, как макро, так и микро. Прошу заметить, что помимо фосфора и калия здесь также содержится и азот. Однако в небольших дозах, всего лишь 5%, в то время как, например, в весеннем удобрении его в несколько раз больше. Также вы видите, что мы имеем магний, медь, молибден, серу и другие микроэлементы. Какие растения следует подкармливать? Все. Все, которые вам дороги. Но в первую очередь хочется обратить внимание на малозимостойкие. Косточковые культуры, виноград, розы, рододендроны, пионы древовидные, клематисы, вигеллы. Всевозможные декоративные красивоцветущие кустарники с более южных регионов, которые мы так и норовим посадить у себя на участке. Но также не следует забывать и о плодовых, которые вместе с урожаем выносят из почвы колоссальные запасы питательных веществ. Как подкармливать? Существует ошибочное мнение, что достаточно просто рассыпать удобрения под растением. Однако это не совсем так. Таким образом вы можете вносить навоз, но не гранулы. Все дело в том, что фосфор и калий малоподвижны в почве и они с трудом проникают вглубь. Поэтому желательно сделать небольшие многочисленные углубления около 30 сантиметров вглубь в прессвольном круге и уже в них засыпать удобрения. При этом, естественно, следует избегать прямого контакта с корнями. После этого разровняйте землю. Как вы теперь понимаете, просто рассыпать и немного пройтись граблями будет, боюсь, не совсем верно. Молодых растений вносить подкормку следует в прессвольный круг. Но если у вас взрослое растение, то нет смысла рассыпать гранулы у ствола или стволов. Все всасывающие корни уже давно разбежались, поэтому делать это необходимо на некотором расстоянии. Если вы собираетесь посадить что-либо, то сперва сделайте подготовку почвы. Внесите все необходимые ингредиенты и хорошенько перекопайте. Как я уже говорил, если вы собираетесь вносить только данное удобрение, я рекомендую пользоваться инструкцией. На упаковке она присутствует в виде удобной таблицы. Расчет идет по квадратным метрам. Если вы при этом будете добавлять органику, то количество минерального удобрения следует уменьшить в два раза. Если вы высаживаете растения из контейнера, то можно внести удобрение фертика не в лунку, а смешать с плодородным грунтом для равномерного распределения. Данное удобрение имеет довольно большой срок годности, 5 лет. Поэтому если вы не потратили все, что купили, вы спокойно можете воспользоваться им в следующем году.